Я думал, сначала мы будем работать над стихотворением, связанным с Михайловским, вновь я посетил. И мне интересует работа над звукописью Пушкина. И вам предложил бы поработать над очень сложным стихотворением. «Мороз и солнце. День чудесный». Стихотворение, которое, ну, конечно, мы все знаем наизусть, такое хрестоматийное. И, как мне кажется, труднопереводимое. Потому что, помните, как Тургенев старался перевести и донести Пушкина до своих друзей? Друзья, ну, как мы знаем, кто были, да? Вот. И он переводил. И флаубер, и мусказа. Но... И лепла, вотра Пушкина. Как это перевести? И лепла, вотра Пушкина. И лепла, вотра Пушкина. Как перевести и лепла, Элен? Я переведу. Ну, переведите нам. Пла, это значит неинтересный, пресный. Деревянный. Плоский. Плоский, да. Ну, просто, ну, это не то, что даже плоский. Я. Ну, да. Банальный. Банальный. Ну, что там есть? Ну, что там есть? Понимаете, одно дело перевести, скажем, демон Лермонтова. Там вот есть сюжет. И этот сюжет для Франции важен, потому что это сюжет Альфреда де Венни. Там Эллоа, скажем, да. Не буду говорить, что Лермонтов все взял в Венни. Но это понятно. А у Венни как можно говорить? Какой демон? Есть Эллоа. Это об этом. Да. Но это не только у Венни. Но у каждого романтического поэта есть, понимаете, поэма или стихотворение о том, как демон или как сатана влюбляется в девушку. Понимаете, это не один Венни. У Байрона, наверное, есть. Или у Шелли, или у кого хотите. Понимаете? Вот. Это одно. Другое дело перевести, там, скажем, метафоры невероятных поэтов 20 века. Из-за этого во Франции пользуются огромной популярностью Мандельштам. Потому что даже если не перевести форму Мандельштама, а форму Мандельштама во Франции, по крайней мере, никто не переводит, всё равно остаётся что-то абсолютно невероятно, абсолютно выдающееся. То есть, существо ясно, мы все ясно понимаем, что мы, как это, французские поэты пишут о Мандельштаме. И Мандельштаме живёт во французской культуре. А читаешь, морозы, солнца, день чудесный. Но ведь это, извините меня за выражение, если я переведу дословно, это ведь пошло. Я говорю, понимаете, ну чудесный. А что вы знаете чудесный? Мердейе? Ну и что? Продеже. Продеже? Ну. И мы все понимаем, что тут дело в другом. А в чём? В атмосфере? Вот не только. Поэзия. Вот, а что такое поэзия? Вот, моя мама, она преподавала русский язык и преподавала обычно грамматику. И как-то так и случилось принимать экзамены по литературе. И было в программе Пушкин. И стихотворение «Я вас любил». Так. Пришёл студент, блестящий. Прочитал стихотворение, блестяще, без акцента. И сказал, «Экискаво вулеки уже диздутр». А что вы хотите, чтобы я ещё сказал? Это очень важно. Мы привыкли, что стихотворение вызывает как бы комментарий. А ясность и очевидность поэзии не передаётся. Просто не передаётся. Из-за этого Пушкина у нас, я говорю, во Франции, как бы нету. Потому что у Пушкина, если иногда встречаются метафоры, ну, они иногда встречаются. Например, мороз и солнце, день чудесный. Ну, какие там метафоры? Такие выдающиеся, странные. Их нету. А смысл какой-то? Ну, давайте почитаем это стихотворение. И поговорим просто о смысле этого стихотворения. Может быть, какой-нибудь русский язык почитает «Мороз и солнце, день чудесный». Мороз и солнце, день чудесный. Ещё ты дремлешь, друг, прелестный. Пора, красавец, проснись. Открой сомкнутый небо взоры. Навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вечёр, ты помнишь, в юго злилось. На мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачные жил тело. И ты печально сидела, А нынче поглядила окно. Под голубыми небесами, Великолепными камрами, Блестя на солнце, Снег лежит. Прозрачный лес один чернеет. И ель сквозь иний зеленеет. И речка под ольдом блестит. Вся комната янтарным блеском Озарена. Весёлым треском Крещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки. Но знаешь, Не велеть ли в санке Кобылку бурю запречь? Скользя по утреннему снегу, Друг милый, Придадимся бегу нетерпеливого коня. И навестим поля пустые, Леса недавно столь густые, И берег милый для меня. Вот слышу, Ясно понимаю, что это вершина поэзии. Абсолютная вершина поэзии. А в чём дело? Если мы обратимся к жанру, Это то, что по-французски называется Avitation au voyage. Приглашение к путешествию, Приглашение к прогулке. Это не только поэтический жанр, Это жанр песен. Абсолютно нормальная вещь. Ночью была там зима, Там буря, что хотите. Вечером была буря, Ночью мы все боялись чего-то, Утром солнце, давай погуляем. Это абсолютно банальная вещь. Тут ничего такого нет. И причём во всей Европе, Я думаю, не только во всей Европе Есть такие стихотворения. И, конечно, Во Франции есть такое стихотворение, Величайшее. Бодле, Avitation au voyage, Конечно, Бодле не знал Пушкина. Тут дело не в имитации, Это просто жанр такой. Так, Это одно. Но мы ещё понимаем, Что дело не в жанре. Нет, я хочу сказать, Жанр очень важен. Это любовное стихотворение, Приглашение оставаться не дома. Да? Разговорство, спасибо. Что? Разговорство. Она не отвечает. Да, она не отвечает. Она не отвечает. Это приглашение. Это... Да. Да, да, да. Она пришла. То есть, она сначала спит, Потом... Да. Так, Теперь давайте посмотрим другое. Где лес? Где лес? Да. Перелепон. Ну вот давайте, Расскажите мне, Где лес? Объясните мне. Объясните мне Обстановку. Где лес? Поле, Андрей, Лес. Пошу уточнить. Фраза Прозрачный лес Один чернеет, Это означает, На всех случаях говорю, Не то, что один лес, А то, что только он черный. Остальное все синий, Зеленый, Лентарный, И только лес черный. И он не совсем черный. Черный там, Где был листин. Черный. Черный, Черный там, Где? Там, где были листия, А елки зеленые, А лист вон не улетел. Но он еще и прозрачный, Он тоже поднимет. Давай, поднеси в лес. Лес вот какой-то. Ну, ясно, да, дом, поля, лес, там и речка, да? Но ведь лес-то не тут. То есть он там, он тоже тут, но и он не только тут. Давайте перечитаем медленно, Рассказывая не стихотворение, А слова. Кто-нибудь еще почитает? Давайте. Мороз и солнце, День чудесный, Еще ты дремлюшь, Друг прелестный, Пора, красавица, Проснись. Извините. Еще ты дремлюшь, Друг прелестный. А может быть, там тоже лес? Прелестный. Прелестный – это слово прелестный. Не объясняйте, я понимаю. Нет, я ответил просто. Да, а я именно спрашиваю, А может быть, там тоже лес? Лес? Я говорю не о пейзаже, А звуке. А звуке. Конечно. Давайте забудем корень. Это не морфемика, Это монетика. Вот, вот, вот. Я говорю, теперь забудем Смысл слов. Не то, что забудем смысл, А как бы оставим его. Сто раз. Может быть, Друг прелестный Как-то связан Со звуком Лесом. Я вовсе не говорю О смысле, Вовсе не говорю о логике. Я говорю о звучании. Мы не можем, Мы не понимаем, Как это связано. Потому что, во-первых, Сейчас леса нет пока. Но мы знаем, Что на самом деле Самое важное слово пока Это прелестный. Самое важное пока слово На самом деле Не прелестный исходит из леса, А лес исходит из прелестного. Сейчас посмотрим. Потом другое. Конечно, Еще ты дремлешь, Друг прелестный. Понимаете? Тут еще другая Идет серия Как бы Идет другой ряд А литераций. И лес дремлет Тоже часто Ну, конечно. Еще ты дремлешь, Друг прелестный. Мы не знаем, Что это значит. Но мы знаем, Что звукопись, Звуки идут Как бы Куда-то вместе. Они связаны. Что это значит? Мы не знаем. Но мы знаем, Что если мы слышим Это стихотворение, Мы слышим Не только смысл слов, Которые Приветствую. Мы слышим, Как они связаны. И они связаны, И это очень важно. Они связаны Ясно. Очевидно. Очевидно. И эта очевидность Для меня Очень важна. Почитаем еще. Продолжим Чтение. Пора, красавица, Проснись. Видите? Красавица. Еще ты дремлешь, Друг прелестный, Красавица. К-р-п-р-д-р. Проснись. Пойдем еще дальше. Открой, Сомкнутый, Медлый взор. Да. Идем теперь. Навстречу северной Оброры Звездою севера Невесь. И тут не только Звукопись, Но и невероятная Возвышенность Слока. Невероятная Возвышенность Слока. Понимаете? То, что В песне Осталось бы Моя милая Пойдем гулять Вдруг Приобретает Какой-то Странный Странный Смысл. Аврора. Аврора Богин в утренней зале. Само собой. И своим солнцем. Значит, Паническое Излучание Слова Аврора Естественно Коррелируется Со словом Взор. Посмотрите О-Р-О Конечно. Отсюда Создается Звон Взор Авроры. Взор Авроры. Само собой. Вы понимаете? На этом Это строится. Взор Авроры. А извините, А как перевести В другие Языки Взор Авроры? Как перевести На английский На французский На итальянский Взор Авроры? Не только Взор Авроры Слово Можно перевести Но чтобы Это имело Смысл То есть Не только То есть Не смысл А жизнь Вот Я не буду Отвечать На этот вопрос Конечно Но Мне как переводчику Важно Еще и Это Я понимаю Теперь Как строится Как Сложнейше Строится Эта Строфакция Все На звук На звукописи Вдруг Замечаешь Взор Авроры Само собой Это не Авзоры Смотрят Само собой И тем не менее Все-таки Авзоры Аврора Аврора И тем не менее Потом Читаю Вечер Ты помнишь Вьюга Злилась На мутном небе Мгла Носилась Луна Как бледное Пятно Сквозь тучи Мрачное Желтело Описание Природы И снова Вращая И ты Печально Сидел А нынче Пледи В окно Под голубыми Небесами Великолепными Коврами Блестя На солнце Снег Лежит Блестя Лес Там лес Лес Розрачный лес Один Чернеет И Ель Сквозь Игин Зеленеет И Речка Подальдон Блестит И два раза Блестит Один Как это Потому что Три раза Три раза Да Лес 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 Конечно Конечно И прозрачный Извините Посмотрите Как Строится Как тогда Мы читаем Слово Прозрачный Это Именно Идет Ко взору Авроры Это Это Взор Ну да Сейчас Магитин Как раз Густой Непрозрачный Да А вот Именно Он прозрачный И этот Прозрачный Лес Он Один Чернеет Да Лесно Возвращаемся В комнату Вся комната Янтар Блеском Веселым Треском То же самое Потому что Веселый Треск Там тоже Лес Янтар Трещит Затопленная Печь Приятно Думать Лежанки Но знаешь Не велеть ли В санке Там Волг Да Не велеть Левсанки В Л С То же самое Если вы будете Брать Лей Лей Там будет Еще Больше Слабор Конечно Конечно Там Бледное Не велеть Лежан Все Все Про лес Лестящий Нет Леса Там как раз Поменьше Чем просто Я хочу Сказать Про Омлет Да Такой Вот Светлый Лук Светлый Слог Который Пронизывается Все Слабор Описание Интерьера И того Что происходит Сменяется Сразу Описание Музыниного Мира То что происходит Сомнение Ну Солнце Лентать Солнце Ну Солнце То же самое Ну Ты мне Солнце Нежное Солнце Тебе Ужасность К смерти К зиме Понимаете Мы идем в лес Мы идем в лес Может быть Может быть Может быть Понимаете Но Мороз и солнце Это Такая Радость Это Такое Хруст Мороз Продолжение Извините Я labels Я сказал Что вы Что вы Проискѣли Что там Проискѣли Цепочку Извините Уum Да Saya Да, все говорят. Само собой, мороз и солнце – это праздник жизни. Это абсолютно ясно. Теперь, и в русской мифологии, и в русском фольклоре, и вообще снег – это тоже праздник. Тут всё идёт о празднике. – Преодолённый свет, потому что вчера было ужасно, вчера была буря, вчера была обреза смерти, а сегодня преодолённый ужас. А сегодня свет. – Да, сегодня свет. Сегодня свет. Я не знаю, как вам сказать. Это не ужасное… Ну, я отвечаю, может быть, не важно, на самом деле, к чему это приглашение. Это приглашение… Как вам? Ой, я даже и по-французски, и по-русски не знаю, как сказать. К спокойному свету. – Вы, конечно, обратите внимание, что начинается… Вначале есть снега, а в конце есть снег. Снег и нега ревнуются. Понимаете? – Ну, это очень важно, и то мега и снег как-то ревнуются, но мы все знаем, что в мифологии мега и снег именно связаны идеей смерти. – Ну, не в этом случае. Это преодоление получится. – Можно я еще раз скажу? – Да, да, да. – Поскольку вы, ну, сказали о смерти, и зима, ну, как вы… – Тише, шейте. – По очереди. – Зима – снег, конечно, в мифологии зима – снег. Но здесь, когда мороз и солнце, у нас есть даже в фольклоре, сейчас я скажу, солнце на лето, зима на мороз. То есть, когда у нас мороз и солнце, это уже после Рождества, это уже после зимнего солнцеворота. То есть, здесь это как раз уже зима преодоленная, уже воскресенье. И здесь вот та альтерация, те звуки, о которых вы говорите. – О воскресенье, а в воскресенье. – Да, сейчас просто я еще хочу поговорить. Вот эта звукопись здесь, здесь она меняется, ведь где-то это Р и С, вот это хрустящий снег. Это то, что нам дает радость, это хруст снег. А потом вот эта ле, понимаете, луна, бледная ле, там лежанка. Это уже немножко другое. Здесь есть, я совсем не понял, и вообще никогда не анализировала стихи. Но здесь есть этот перепад, действительно звуковой, да? Но он вот как для меня вот так он работал. Вот. – Я хочу одно персонажи забавить. Всех, кто работал с Толстым и Ясным Поляне, это будет очень больно. Примерно таким анализом имени Наполеона занимается Бхер, добиваясь, чтобы из имени и фамилии Наполеон Банапа получилось 666. Но это не обязательно так. И вот здесь искать смех в некоторых слогах, это все-таки, мне кажется, я просто забыл, что не нужно сказать, навязывать поэту абсолютно не то, что он хотел. Нужно навязывать ему, нагружать его. – Хорошо. – Я тогда отступаю и прошу прощения, потому что на самом деле то, что сказала Таня, очень убедительно. И пусть не будет смерти. Пусть не будет смерти. Я хочу сказать, что дело не в этом, понимаете, дело не в этом, а в сиянии и в радости. Я воспринимал это как путешествие вглубь, но прозрачного чего-то. – Не я. – Да. Вот. И, конечно, тут смысл эротический тоже присутствует, но, само собой, мы не будем об этом говорить. Но тут другое. Пусть. И давайте тогда подумаем, как это перевести. Как это перевести? – Можно еще сказать? Мне кажется, что насчет жанра, может быть, лучше говорить о как-то идее, «сиз де де», не знаю, как, «кватит». Значит, утро, утро, не ночь, не вечер, утро, солнце светит, хороший день, давай поживем немножко. – Да. – И интересно, я хочу слышать об эротике, я его явно не вижу, но интересно. И все согласились, а я ищу вероятность. Первая строчка, первая строчка, первые четыре строчки. Еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись. Или они проснулись в одной кровати, или самое тайное в соседних комнатах. Понял? А потом, в конце он говорит, прежде чем мы продолжим, давай прокатимся, не ровно. Согласен. Я должен сказать, что это самый прямой смысл. Да, но он самый неочевидный, можно ли я скажу? Школьники его не видят. Школьники, когда мы в школе учились, я думаю, какая ерунда. Про подводы. Нет, у меня был вопрос другой. Почему она тут спит? Это был мой главный вопрос. Такое я решила дома. Почему она, откуда она? Туркум. Потому что это самое главное здесь в чем? Это стихотворение любовное. Люди... Вот, господа, вспомните. Вспомните. С любимым существом вы провели с ним ночь, и утром проснулись, и ночь была вьюжная, и было вообще довольно беспокойно. И проснулись вы в теплой умноте, а оно, она, он рядом. И у вас впереди целый огромный, дивный день. Вы можете гулять и быть счастливы чем угодно. И более того, он привез, или она привезла вас в те места, где он был счастлив, и он эти места любил. Поделиться. Поделиться, поделиться счастьем. Вот в этом эти стихи. Там много слоев. Там было еще и прошлое. Там было прошлое. Я хочу поделиться с тобой, любимыми. Вот, теперь давайте... Дети номер. Извините. Значит, давайте подвинемся. Я вас попрошу, вот у меня к вам просьба. Переведите это на русский язык. Нет, не в том дело, что расскажите мне историю. Возьмите самые для вас важные слова и словообращения, образования. И давайте, и вы, каждый из русскоговорящих, составьте не рассказ, а цепочку слов и звуков. Я бы так попросил. Рассказ мы поняли. Я не об этом говорю. А русский. Сейчас, Андрей, сначала... Тихо, тихо. Сначала вот эти вот... С, 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 С... Это вот такое С, С... Что мне не подревожено. Саша, извините. Сейчас, извините. Сейчас, замусите. Нет, Саша, нет, 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 вы не поняли. Я хочу, чтобы каждый из русскоговорящих взял, ну, себе там, пять минут и написал, потому что у каждого своё ощущение. Иначе будет, наверное, да. А что написали? Какой у вас... Ну, вот цепочку смыслов, цепочку звуков, цепочку слов в этом стихотворении. Ну, вот, цепочку слов в том, что это все, что это все, что это все. Продолжение следует... 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 Нет разницы между тем и тем и тем, по идее, солнце, снег, он там, и он снег, он белый. Настоящие, Андрей, еще и настоящие прошлые, потому что это для меня как-то. Да, да, да. Разные, разные там, глубины прошлого. Разные, разные, разные. Со всеми согласна. И, конечно, для меня тоже всегда всю жизнь мороз и солнце, это для меня все объемлет. Я очень люблю русскую зиму, очень люблю. Для меня мороз это как раз наслаждение, в отличие от многих, от многих здесь особенно южных людей, присутствующих. Но здесь, конечно, еще и очень большой призыв к своему сердцу, ко мне, подтягивание того, кто спит, к тому, кто не дремлет, кто видит, кто это все чувствует. Поэтому для меня важны все те слова, которые были чудесные, но здесь все-таки красной нитью до последних строк проходит. Проснись, взгляни, навестим вместе, навестим берег милый для меня. Вот поэтому это тоже здесь красной нитью проходит. Это еще два сознания встречаются. Это то, что я называю призыв. Призыв, да. Призвращение. Путешествие в жизнь. В жизнь. Будь близок. То есть мы проснулись полно. Делюсь с тобой тем, что... Твои взоры, как это, сомкнуты неглубой. Ну, давай выйдем. Проснись, поглядим. Давай смотрим мир. Заметьте важную деталь. Мне кажется, очень симпатично. Сомкнутые негли. Ее глаза сомкнуты не сном. А она блаженствует. Она проснулась, но она нежит. И он знает, что она его смеет. Потому что она уже не смеет. Да, потому что дети разные. Нежитые. Все-таки... Я вообще вижу в этом духу. Ежики. Как они. Да. У меня... Ну, я тоже... Мне трудно по-русски все это объяснить. Но это радость и счастье, и вся эта цепочка приглашений, которые так очень подчеркнуты, восклицательный знак, очередуются. И как будто полнота жизни, которая чувствуется, да, во всем стихотворении. Но все-таки не сразу... Вот почему я спросила о датке стихотворения. Не сразу была ассоциация с бесами. С бесами. С бесами, да. И который это так, прямое стихотворение смерти Пушкина. Потому что тоже это полноте жизни, который чувствуется в лесу, сопровождается то же чувство, по-моему, потерянное. Потому что лес это прозрачный. Лес... То есть, значит, это лес без листьев. Нагий лес. Ногой. Ногой. И чернеет. И это сказано два раза. То есть, прозрачный лес один, один чернеет. И это один, такое сильное положение. И потом тоже лес однажды густой, как это... Еще есть. Недавно столь густее. Леса недавно. То есть, присутствие леса, это уже чувствуется... Чувствуется потеря какой-то полноте, которая была в лесу. Ну, или страх будущей потери. Ну, или потеря когда-то произошла, или она все-таки... Может быть, это потеря. Это и есть, да? Я согласен. Мы не можем подговорить до того, что даже смерть, она и есть часть жизни. Конечно, да. Теперь, понимаете, давайте вместе не то, что обобщим, потому что такое стихотворение... Кто будет, кто скажет, что вот я знаю, что значит это стихотворение? Конечно, никто. Потому что каждый... И в этом и заключается весь смысл такого стихотворения. У каждого возникает свое интимное понимание этого стихотворения. Почему? Потому что каким-то... Не знаю, чудом... Я чудес не люблю, но, тем не менее, они существуют. Каждое такое стихотворение говорит как бы каждому читателю о своих самых интимных воспоминаниях. И для этого нет смысла. Есть только наши ощущения, воспоминания о счастье, о страхе, о любви, о любви, что хотите, да? И смысл этого стихотворения в гармонии... Как это сказать? Ну да, вот Элен сказал благодать, да. Вот в гармонизации, я не знаю, как это сказать, всего этого. Нет одного смысла. Есть разные и связанные направления смыслов. Так. Теперь мы это переводчики. Просто у меня любимая моя тема про перевод. Поскольку я переводом поэзии тоже снимаю. Что поэзия, конечно, непереводима. И вот здесь это видно изумительно. Что она все равно непереводима. Она говорит каждому о своем, но. Слова мороз и солнце говорят все только человеку зимней культуры. Я не буду говорить народы. Я буду говорить зимней культуры. Или есть люди летней культуры. И я всегда говорю, когда испанец говорит река, он говорит не то, что говорят русские. Это совсем другое представление о реке. Совсем. И тут вот это не переводимо. Увы. Как бы мы ни порой. И теперь давайте. Вот мы прочитали то, что прочитали вместе. Сложили разные наши прочтения. Не говоря, кто прав, кто не прав. И давайте, правда, каждый на своем языке постараемся подумать, а что мы перед этим, как мы перед этим будем жить, с этим будем жить. То есть, я хочу сказать, ну а что мы будем делать? Понимаете, по-французски, или там по-итальянски, по-испански. Мы это поняли. Ну и что? Что делать? Да. Жить. Но я, если определить, вот, что это такое, да, как вы вначале сказали, это жизнь. То столько всего, что спектр, как солнечный свет, это образует жизнь. Это свет. Ни красный, ни белый, ни зеленый, ни милый. Я как бы, причем настолько, настолько это жизнь, что каждый из нас видит свой луч, луч, спектр жизни. Например, то, что Саша сказал, он увидел эротику. А я как раз радовался, я удивился, как он мог, Пушкин, так деликатно сказать о самом интимном, не скатившись в эротику, в простыне там, или чего-то вроде бы. В простыне не скатившись, развесившись? Да. Не скатившись, а возвесившись? Нет, ну, от любви до эротики все-таки есть расстояние. Я говорю о другом, Саша. Я говорю о том, что мы не имеем возможность все спектры чувств увидеть в этом, как солнечный свет. Я хочу сказать, что если я переведу смысл слов, простой смысл слов, это будет по-французски, я это скажу грубо, это будет глупо. 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 Просто глупо. Потому что мы не будем понимать, почему вдруг возникает северная аврора, почему взоры, а не взгляды. Ну, само собой. Такие вещи. Мы знаем теперь, мы знали до этого, но мы знаем, что это для нас вершина и шемчужина чего-то. И что тут смысл не один, а невероятно разный и богатый. Ну, хорошо. А как мы это передаем? Можно еще одно замечание про язык? Можно? Это не для русских, скорее, а для других языков. Вот я хочу вам три слова отметить, это помощь переводчику. Если вдруг Хуакин захочет переводить, например, в стихотворение. Не видите, когда закончится в России. Да, просто это для переводчика, вот три, я три пункта отметила, которые мне были бы очень, как переводчику, трудны. Первое, это слово «вечок», которое забыли русские, мы его больше не употребляем. Это не вечер, чтобы вы знали, а это означает «вчера вечером». Вчера вечером. Русские забыли настолько, настолько забыли, вот внимание тут, что сейчас они радостно поют песню, русские, такую «Приходи, вечер, любимый». И это маразм. Потому что, это значит русский, любимый, «приходи, вчера вечером». Ну что ты здесь делаешь? Это просто, это ошибка языковая. И мы думаем, что это «приходи, вечером», милый. Нет, это ошибка. Вечеру, проверить надо, что такое «вечеру». Вечеру можно, это вечером. Это сегодня. Это первое. Вот «вечером», замечу, что это «вчера вечером». Нельзя сказать, что это «вечером». Да? И второй пункт, я бы отметила, для именно иноязычных людей. Вот эти две чудесные строчки. Но знаешь, не велит ли в самке кобылку бурую за плеч? Это настолько разговорно. Он даже не коня, не коня красивого, они сейчас помчатся на коне. Нет, кобылку бурую. Это… Я вас говорю, первых, голварян сначала. Да. Конячих, кобылку за плеч. Вот, и прелестно… Коня черкесского. Первый вариант, он написал «коня черкесского». А куда тут в мороз коня черкесского? Он вообще замерзнет. Кобылка махнаденькая, такая, крестьянская лошадка. Крестьянская лошадка, темная, мухая, темная, то есть, такая, темная махня, мухая, рыженькая, может быть, темно-рыжая. Это ужасно мило сказано из такого, из деревенского быта. И это просто предложение, не велеть ли, а не попросить ли нам, чтобы ее нам запрягли, вот что это значит, да? И слово «кобылка» здесь прелестно. Не только уменьшительное, а это не торжественный ход. Это деревенская. Кобылка, кобыла, была очень крупная. Кобылка, слух, была очень крупная. Кобылка, слух, она слухая, это слухая. Людменька, на то же, видите, я сделаю тут замечание, кандири, в бесах кони были в визе, а тут кобылка. Лошадка. Лошадка. Он мог бы сказать, лошадка, но еще нижней. Не просто речь, не я кобылка. Кобылка, может быть, еще молодая. И все-таки береть, это не попросить, это слова Барина. Барина, Барина, да, не сказать ли нам, чтобы запрещили. Отметили, еще третье, можно третье. Вот то, что я для переводчика хочу сказать. Очень важно слово и навестим поля пустые. Вот глагол навестим, он не говорит посмотрим, полюбуемся на поля, а навестим. Навестить можно только друга и то, что ты уже знаешь и видел раньше. Милый для меня. Поэтому дальше это подходит и берег милый для меня. То есть он приехал туда, где он бывал, любил эти места и у него с ним немного связано. Поэтому слово навестим очень важно, оно связывает вот с воспоминаниями. То есть? Он хочет с ней поделиться, хочет своими хорошими воспоминаниями об этих местах. Это важно, когда переводишь. Извините, у меня такой вопрос, чисто по русскому языку. Навестить можно? Извините, можно только друга, то есть человека. Можно ли навестить город? Да. Можно даже. Вообще, вообще, разговаривание не говорится. Почему? Можно я навестил эту галку? Ну, я посетилась. Ну, нет, берег милый навестил. Значит, Это Пушкин, так сказать. Вообще, не говорится. Друзья мои, с начала, поскольку вы работаете уже целый час, меня не было, естественно, сколько я всего пропустил. Я просто шуткой вас слегка разлику. Вот вы начинали с того, что абсолютно бессмысленно перевести мороз, солнце, день честный. Это чувствует любой русский человек, даже если он утром встал, бурно проведя вечер. Я наблюдал как раз его на крыльце вашего бессмертного дома, когда один из поэтов, участник зимних наших семинаров, вышел на крыльцо, глянул и сказал другому, подумаешь, мороз и солнце, день честный. Я так вижу. То есть, на самом деле, теперь маленький мостик к тому, навестить и вообще кондонации этого стихотворения. Дело в том, что все это стихотворения о доме, домашних соотношениях и о том, что мы сами начинаем, если уже не уезжать или полностью, те, кто не живет в Ясне, Поляне, Михаиловске, то почти утратили, потому что в старые времена жизнь любого образованного человека происходила, как правило, двух измерений. В городе он служил и проникался передовыми идеями, самыми современными, в том числе, общеевропейскими, а дума, он укладывал это внутри себя, по полочкам, переосмыслят, его принимал, и в этом активно принимало участие его домашнее окружение, его уголок, состоящий из парка, из дома, из полей, его полей, его парка, его христиан, даже если потом они не были крепостными, все были люди, которые составляли ближний круг и часть его самого. Отсюда все эти вот пушкинские инновационные вещи он рассказывает не о том, что было для него. Да, он это знает, он это любит, но он рассказывает для нас, как это могло быть и сейчас. Когда то, что вы видите, является для всех участвующих в этом домом, и вы сейчас присутствуете в его доме и в нашем, и это является кругом тех инновационных связей, которые я бы уложил от слова «сказка», потому что сказка это то, что рассказано, а раз место рассказано, оно становится не совсем мертвым, оно становится живым и соучастником в языке, и вообще соучастником того, что происходит здесь. То есть мы с вами неизбежно после Пушкина и Холстова участвуем в рассказанном и месте, которое само позволяет нам ответить то, что иначе было бы невозможно узнать. Нет, спасибо. Абсолютно. Представьте, как. Хочу еще одну подсказку сделать иноязычную. Здесь не только он и она и кобылка. Кстати, кобылка, очень важное, что это лошадка женского пола, она не взъелится, потому что конь может виситься, а это... Но здесь есть еще и слуга. Не велеть ли в санке... Он не собирается идти сам, он может только дернуть звонок и сказать «забрягай». Ванька, запрягай». Значит, там есть слуга. Не велеть ли в санке, это значит, что когда они разговаривают, за дверью наготове уже кто-то есть. Теперь, давайте, правда, как это... Сейчас... У нас сколько... Я могу еще сказать, что он берег Нилы, для меня, то есть он берег Николаевич спросил. Мне кажется, что он имеет в виду, конечно, Тригорская, да? Я боюсь, что после замоков это вражение испортено полностью, потому что для нас другие берега, и есть возвращение в прошлое. Там другие, а здесь... А здесь своё. С другой стороны, как это с Дребенцем, Тригорская. Да, по-другому. Тригорская. Да, с Дребенцем. Нет, вот интересует... Как раз, что с Дребенцем кончается вот этим... О памяти. Тоже для Тушкина память — это вечность. Вот я помню, что это такое. Это что? Знак о том, что любовь вечная. А тут, по-моему, мне кажется, что это идея повторения. Вот проснется лес, вот проснется любовь, еще будет, не у меня кто-то был. Была любовь, будет. Это как устроено. Это как устроено. Да, это как устроено. Я несовершенно с тобой согласен, но у меня одно возражение, это то, что Пушкин ненавидел весну. А вот так, да, это не объясняет. Да, он именно любил осень и зиму, а не лето. Узийные работники подтвердят во всех садьбах, что любить лето и весну невозможно. Это время, когда поступает за патрук туристов, мы сейчас, простите, Андрей, мы хором возразили с Сашей Денькиным, что Пушкин не ненавидел весну. Он вообще ничего не ненавидел, он был всеобъемлющим. Вот слово ненависть Пушкин не подходит. весной я болен, но это не значит, что я его не люблю. Теперь мы это перевели на русский язык. То есть, ну, мы понимаем, что мы... Давайте, правда, попробуем перевести на какой-нибудь другой. Вот мы начали разговор по-итальянски. И разговор у нас был тот, что как сказать мороз и солнце по-итальянски. Давайте поговорим об этом. Пусть теперь итальянцы говорят. Джейло и соле имеют такие хорошие фонетические потому что джейло и соле и потом тоже звуки как будто отражаются тут друга. Джейло и соли. И поэтому до сих пор это хорошо. Там не начинается после. День чудесный. Еще есть, потом есть День День чудесный, еще дремляешь друг крылья. Вот джейл, 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 анкора джейл. У нас есть вот 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 с ней. Это просто да, конечно, нельзя подражаться звуком русскую, потому что у нас совершенно другая. Но все-таки надо повторить какую-нибудь звукописку. Теперь у меня другой вопрос. И не то, что критика, но именно вопрос. Вы мыслите отдельно. То есть вот это мы можем сказать, это может быть тоже можем сказать, но ведь дело не в том, что сказать можно это или это, а вместе. То есть надо понять, надо понять так, что мы теряем обязательно и что нам обязательно надо. И что можно компенсировать? И еще другой вопрос. А и это вопрос для меня очень важный. Существует ли по-итальянски четырестокный ям? Его нету. Но что существует? То есть когда мы переводим, то есть когда мы читаем по-русски морозы, солнце, день чудесный, мы читаем как сказать, что мы слышим сначала. русскую речь, русский стих, это та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это как бы сказать не то, что символ, но знак русского стихосложения. Ну, а по-итальянски может быть самое подходящее это переводить регулярностью октавы. Да. Посмотрите, если это октава, то есть это не октава. Октава это восьмисложник? А, восьмисложник? Я думал страфа октава. Тут шесть. Тут шесть. Ну, а что делать? Я вы на испанский перевела 9-срочный. Я хочу сказать, у меня не будет ответов. Я не могу давать такие ответы. Я просто задаю вопросы, чтобы усложнить еще дело. Потому что сейчас мы поняли, я не могу сказать смысл. А теперь давайте технически вернемся. То есть, что мы переводим. И не только что мы переводим, но я бы сказал, для кого. Имея в виду, что, конечно, мы переводим или мы пишем только для себя. Но, как говорил Пушкин, мы печатаем для денег. То есть, для читателя. И как вы, испанцы? Я бы сделала 9-9 слов. Так. Мне кажется, что только так можно. Я бы сделала, но так надо думать еще. Да. Вам надо Expressen. И на gabriel. Это не selodoxy. Это не успеха. Это тысячи. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... – А вот «Зимнее утро», Интонет пишет, что 29-й год. – Это не Михайловска. Он написал «Зимнее утро», возвращаясь с Кавказа в Москву. Это совсем не его любимые места. Просто он тут бывал. Анекдоты тот, что у Натальи Вольф было написано. – Да. – В имении Тверской области. – Да, это Тверская область. Это совсем не Михайловска, совсем не там. – Простой комментарий к тому, что вы это считаете. Понятно, что сколько не есть у Савелья Грузии в России. Голдина, Михайловска, Захарова. Всякий раз, когда возникает вопрос, где написано. Конечно, написано не там. Но, конечно, написано о нас. – О Натальи Венесенции. – Поэтому, поскольку Мороз и Солнце у нас бывают часто, не ложится на эти места, собирая сборник, чтобы он не был совсем тощим, Семенов Смолченко решил, что не надо пополнить, вот, рядом хороших спектротворений, которые могли зародиться здесь, отложиться в сердце и написать на других местах. Вы понимаете, это всё за долю шутку? – Я должен сказать, что я серьёзно добавлю к этому. Это абсолютно правильно. То есть, это написано не здесь, а про нас. То есть, искать биографической точности и искать имя возлюбленной – это просто неинтересно. Само собой. Конечно, это написано о Михайловском и вообще о России. И, конечно, Северная Аврора, это, конечно, Петербург и так далее. Само собой. И интересно именно то, что у Пушкина нет биографичности, даже когда это очень точно обозначено, где, что и когда. Это очень важно. Так, знаете, давайте по... Ну, уже наша работа приближается к концу. И давайте, может быть, что-нибудь... Извините, давайте что-нибудь, если кто-то хочет почитать. Начало, конец, что-либо. И потом ещё поговорим, ну вот, две минуты о самом упражнении. Потому что, конечно... Ну, давайте, извините. Я уже хотел поговорить о самом упражнении. Итальянцы, Олесию хочешь? Я просто смог привести мороз и солнце. Больше ничего. И уже в платье труда. И не доволен, потому что у нас не такого понятия, как мороз. Надо что-то добавить. Это не холод, это не снег, это не... Это всё вместе. Такой интенсивный холод льёт всё вместе, да? Тогда это я написал... Маня на эляда, соль радианте. Такое сопоставление. Что это... Да? Это такое, как... Извините. Это как холодный... Не холодный, а как ледяное утро. Да. Ледяное утро, блестящее солнце. А как лёд, если нет этого понятия мороз? Лёд есть? Понятие, лёд есть. Да, в Испании? Да, конечно. Есть, да? Понятие льда. Но у нас лёд есть, это да. Но просто... Редко. Не, на севере есть. Редко много. Но просто в одном слове, как по-русски мороз, всё включает, у нас нет такого. Так просто холодно. Есть у нас такое, если вы погибли здесь в горы, где лежат ледники, это можно пережить похуже. Ощущение не точное. Но похуже. Те, кто ходил в горы, там начинается снег, это могут ассоциативно с ними. Но, конечно, мы с вами видим... Да. А как... Вы знаете, он так и перевёл. Да, да. С этим ледом. Хорошо. А вы как перевели? А мы перевели не начало. Мы втроём здесь вместе перевели, только не начало. Давайте. Перевели то, что переводилось как-то. Да, да. И они поглядили в окно. Вот это четверо стихи. Ну, это, конечно, не очень серьезно, но у нас получилось так. И ahora mira la ventana, bajo la bóveda su lada, en bellas capas superpuestas, brillando al sol la nieve está. Так. Это какой жанр по-испански? Это eneasílabo. Нет, не только. Что, что, что? Это такой... Тут нет рифм, тут есть аллитерации. Это жанр канцонеро. Очень ярко выраженный вид. Да. Ещё можно вас подчерить, потому что видом очень такой... И ahora mira la ventana, bajo la bóveda su lada, en bellas capas superpuestas, brillando al sol la nieve está. А что это такое? Это ведь Гарсиалорка. Да. Да. Ну, похоже. Ну, не совсем. Ну. Спасибо. Спасибо, Гарсиалорка, за комплимент. То есть, что передаётся? Передаётся песня, передаётся звук, отбрасывается и, наверное, правильно форма русского стиха. Ну, нельзя. Вот. И это начало, которое может продлиться, которое может развиться. И, значит, это войдёт в определённую традицию, уже существующую. Это для того, чтобы у испанцев это звучало как поэзия, чтобы воспринималось на самом деле. Иначе очень трудно переводить поэзию. Надо, конечно, соблюдать традицию нашу. Каждого. А там есть настрой, движение радостное. Есть вот что? Да. Абсолютно. 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 Знаете, можно я, всё-таки я испанский знаю немного, мне нравится это слово «бовода». Слово «смот», которого у Кушкина нет. Но вот это великолепие, слово «бовода» как-то передаётся. Слово «небеса», что это не небо, а небеса. Вот это очень чёртко. А это 19-й лет. Да, это точно. Да, теперь. Значит, как я перевёл? Само собой, вот когда я говорю, что я переводил это 30 лет, то есть само по себе упражнение, конечно, невозможное, потому что такие стихи переводятся не так. Вдруг появляется, вдруг что-то происходит и строится медленно, непредсказуемо. И переводчику остаётся только одно – ждать, пока, может быть, что-то появится. Поэтому мы начали не сначала. Само собой. То, что чуть-чуть как-то… Само собой. Из-за этого моя книга «Вот это солнце Александра» построена, как бы сказать, не то, что наугад, не наугад, совсем нет, но, я бы сказал, на счастье. То есть, вот это я смог, вдруг почему-то смог. Тогда, значит, надо перевести другое, третье, четвёртое и так далее. Давайте я вам… Можно я вам прочитаю по-французски? Давайте я вам прочитаю по-французски. У Пушкина более скрыто. Ритм не такой же, но есть всё-таки в переводе. Он говорит, сейчас посмотрим. Но у Пушкина всё-таки не всё так ярко видно. И гело и солнце сплэнде и инкальза. Ты дурми, моя миша, но… Альза ли очи песанты и лангуора. Версо и мартино, что инцидиенте соржет на норд. И риспленденте. Стэла дэннорд. Вени, а лаурора. Моя миша, моя миша. Вени, моя миша, моя миша. Вез неё, моя миша. И гело, и солнце, сплэнде и инказа. Ты дурни, милка, però алза ги очи песанти ди лангуоре verso il mattino che инцидiente сorge nel nord и risплэндente стэла дэл норд вене алаурора. Майкмил, да, да. Я садам, ты переведёшь. Да. Я тогда задам другой вопрос. Олеся, ты переведи, Джулия. Существует ли в итальянской поэзии традиция такого стиха? Да. что это значит? если он слышит это, то есть он имеет отношения с другом итальянским. то есть очень много. и это очень важно. поскольку Пушкин вообще, вообще его основная заслуга, это, конечно, смешно так говорить, но он действительно всю Европу перенёс в Россию и сделал её достоянием русского языка. Это Альба. Это жанр Альба. То есть это рассветная песня возлюбленная. Это жанр существующий. Его в России не было. Пушкин сделал, чтобы он был русским. И мне только на 60-м году пришло в голову, что это Альба. То есть он настолько русский. Это мне очень нравится. Это план Леопарда. Это расставание с дамой на рассвите актуально. Абсолютно. Абсолютно. Это то, что говорил о песне. Абсолютно. Давайте. Это очень... Я очень благодарен, Наташа. Извините, Саша. Извините, ещё 10 минут. Я очень благодарен, Наташа. Я когда в начале нашего разговора говорил о песне, я имел в виду это. Но вы это сказали точно. Да, да. Вы это сказали точно. И я вам очень благодарен за это, потому что это абсолютно правда. Так. Я очень благодарен за это. вездаю в поясн de воду. Атверждение и пphones. Вездааль NAS Субб medo. Возьми вываж farm на свету. Въездаe Tem�. Возвольте гриблидинг. Отверbage. С senin 앞에 Martу так сет. Возь алко рекруйте. Возв abs preço ваши глаза неб Raisки. Возв것 een криво. Взбал correrle it-ре-шне mairdi. Р prelimор, к которому, Poland, сзади свечки. Возвлент第二個 небо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знал, как кончить. Потому что у меня не было... У меня был последний стих, на самом деле, был первым. И берег милый для меня... Почему-то у меня был борт-дезерт, то есть пустынный берег, который милый. Но по-французски... Борт-дезерт, это берег, это обязательно. А дезерт мне очень был важен из-за звука. И борт-дезерт это по-пустынски. Ну, пустынный... Ну, пустынный... Нет, на берегу пустынных... Вот, да. Но это другое. Это совсем другое. Да-да, это... Но это борт-дезерт, который я очень люблю, который милый для меня. Я прошу прощения, здесь есть ассоциативная связь, потому что, если мы с вами чуть-чуть еще не доносили, то Пушкин тоже приезжал, так есть понятие уединенного дворцового места, уединенного, для чего счастлив. Да, в смысле, берег уединенный, это берег счастливый, потому что, во-первых, он придет целиком Пушкина, он уединенный, значит, он его открыл, он ему принадлежит. И второе, мне показалось, что, если говорить о существовании эхо, которое существует во всякой поэзии, особенно когда слушаешь звучание его, то у вас эхо дает совершенно четкую формировку в виде слова «но». Да. Серьезно. Вот интересно, что пустыни и уединенный, они только русские языки совпадают, вот как «обдина пустыня» и «такая пустыня». Вообще, я думаю, что пустыня в остальных языках что-то совсем другое одно. Ну, вот цель, я думаю, что, может быть, дальше отстоит от нашей пустыни, то здесь еще накладывается церковные восприятия и традиции, потому что через монашество, уединяясь с монах, приближаясь к идеологу. А французские говорят «алео дезер» и «пустыню» — это религиозный термин. То есть здесь пустыня? Пустыня? Монах пустыня? Нет, нет, просто вот такое. И вот, плюс я не знаю, но на самом деле это вот в перекличках «Ор-нор», это есть «Ор-нор», и во всей символической французской паоте это есть. И это, кстати, не на тете Аниска переведено, даже в глубине вскотворения. А я не знаю, что это когда я слушаю, когда я слушаю, я это очень четко ощущаю, что весь «Ор-нор», все это с ним. Для меня я предложил такое прочтение, как бы… Вы все отказались. Вы все отказались. Да-да, вы… Извините. Да-да, вы все отказались. Я не буду… Я не буду настаивать, потому что на самом деле неважно. То есть для меня правда присутствовало в звучании слова «МОр», но не как конец, а другое. Но неважно, потому что абсолютно неважно. Я не буду наоборот. Я хочу вас поблагодарить, потому что мы вместе снова собрались и стали работать. И когда мы работаем, как сказать, мы прекрасны. Да, и это очень важно. Мы, я думаю, я надеюсь, мы работали серьезно. То есть вопрос не в переводе определенного текста и не в окончательном решении чего-то, а в постановке целого ряда вопросов, я надеюсь, без ответа. Потому что ответы должны быть личные и так далее. Это наша просто жизнь, и никого другого не касается. Ну и вот. И спасибо вам огромное за работу. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И становится такое место, которое является неизбежным местом умноженного творчества. Каждый, перейдяющий сюда, как двоец, он, конечно, включается в родную музей. И в этой ситуации тоже живя среди природы, слова, среди труда, которые после нашего героя, в частности, все, что делают музычки, они хранят, но они же и концентруют, и достраивают, и, встречаясь здесь, в таком случае, не только творчество, но и творчество переводчиков, это место в виду в себя и ваш свет, и ваши слова, и вот этот вот весь огромный музейный круг смыслов, он становится богаче и богаче, скажем, новым творчественным состоянием и осуществленным творчеством. Поэтому я полагаю, что чем тут проще, у Грифов когда-то на памятниках, на некоторых памятниках было написано, прожил три месяца, я угрырую, прожил год. Это было время, когда человек провел творческий свою жизнь. Все остальное время не в зачатке. Поэтому я счастлив, что он в какой-то мере может пособствовать тому, что вы здесь счастливы как по-человечески и счастливы как творцы. И нам очень хотелось, чтобы это счастье продолжалось как можно больше и для нас, и для вас. Спасибо. Спасибо. Это Дорогий Николаевич Василевич, директор Пушкинского заповедника. Спасибо. Дорогий Николаевич Василевич, нас поблагодарил за удивительное гостеприимство, как нам делать все хорошо и славно в Михайловском, Петровском и везде, в Пушкинских городах. Поскольку я невольно представляю Дорогий Николаевича, он понимает вас здесь сам, поэтому я только исполняю его распоряжение. Он грел, запрячь, запрягаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.